Доброе утро! Добрый день, друзья! Решили мы прогуляться с Анюткой, не просто так. В общем, надо заниматься переделкой документов на себя. Я только успела переделать газ. Потом был локдаун, здесь он тоже был, в МФЦ не работали. И сейчас мы в солнечный денёк. Но я хочу сказать, у нас так это, свежо. Вот мы уже дошли до центра города за 5 минут от нашего дома. И идём по делам. Будет что-то интересное, конечно же, расскажу, покажу. Ну а сейчас переключусь, полюбуйтесь ещё раз на центр города Чеплыгин. Деревья уже все облетели. Я снимала это золотой осенью, ещё тогда мы жили в отеле. Ну а сейчас это всё уже по-другому смотрится. Денёк прекрасный. Так что давайте покажу ещё раз город Чеплыгин. Вот такая у нас красота. Я всё, вот эту собаку, вон видите, сидит, сэр Бернар, по-моему. Мне всё кажется, что это живая собака. А это вот фигурка. Сейчас мы прошли, там Карлсон был, ещё кто-то был. В общем, этот город, уже повторяюсь, город сказочных персонажей, мультястных персонажей. И, в общем, всё это приятно глазу. Вот эти вазоны мне очень нравятся. Ой, ну как же сегодня солнечно. Вот памятник основателям города. Пётр Первый и Меньшиков. Вот, детвора там гуляют. В общем, идём. Идём в МФЦ, потом нам нужно идти в водоканал, в энергосеть. Не знаю, сколько по времени у нас это займёт. Но ничего, прогуляемся. Сейчас покажу вам ещё вот один памятник интересный. Всё, хотела к нему подойти. Кто это такой? Сейчас посмотрим. Так. Памятник российскому императору Иоанну VI из брауншвейской ветви династии Романовых, который в 1744 году содержался в застенках крепости Оренбург. Вот так вот. Императоры тоже в застенках сидят. Я вот всё жду. Когда же наступит это время-то, а? Думаю, вы меня поняли. Аня смеётся. Дальше озвучивать не будем. Но очень хочется, чтобы это время наступило. Вот здесь вот у нас фонтаны. Летом, наверное, будет красиво. Но обратите внимание на эту чистоту в городе. Что вот это за здание? Я не знаю. Золотое. Вот. А здесь вход в парк. Часы всё время показывают полтретьего. Но говорят, даже стоящие часы раз в день показывают правильное время. Так что поставьте батарейку в часы. И памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны. Ну вот, честно говоря, мне не нравятся вот эти вот венки. Ну, правда. Надо как-то по-другому. Либо живые цветы класть, но наводит на какие-то сумрачные мысли. Ой, вот такие вот ёлки здесь красивые. Посмотрите. Класс. Вот. И вот аллея с зимён упавших воинов. Ну, а дальше там начинается отель. Вот. Это самый первый отель. Вот с крыши этого отеля. Если вы помните, есть ролик на канале. Отель с выходом на крышу. Вот там мы с Анечкой дефилировали. Наслаждались высоты городом Чеплыгиным. Вот. Это торговый дом Прапетровский. Ну, как-то всё больше люди ходят в магнит, пятёрочку. Вот. По левую руку серое здание. Это полиция. Самая вкусная шаурма. Она действительно здесь самая вкусная. Вот. Ну и дальше магазин магнит. Кстати, надо зайти в Альберис. Пришли мне кружева. Один вид. Я там три вида заказывала. Украсить мои коробки. Да и вообще пригодятся. Я найду, куда применить это всё. Вот. Смотрите, какая чистота. Солнечная. Ну, свяжу. У меня керчатки не одеваются пока на руки. Варежки что-то связать. Так пряжа вся пока в Москве. Ой, Алёшек ещё не скоро приедет. Вот. Вот сюда повернуть. Может, сейчас ходим в Альберис, а? Потом? А потом вдруг сумки какие-то. Потом? Ну, ладно. Вот сюда направо поворачиваем. И там пункт выдачи заказа в Альберис. Не знаю. Мне нравится пользоваться этим магазином. Да, конечно. Когда есть большой выбор. Ну, вот в таких маленьких городах этот магазин, честно говоря, выручает. Магазин Садовод. Вот здесь стояли на улице раньше тачки. Я уже притенилась. Тачка стоит то ли 3200, то ли 3400. Такая на двух колёсах. Не на трёх, а на двух. Чтобы возить какие-то тяжести в доме. Не в доме, а в огороде. А, вот они, кстати. Я извиняюсь, я что-то перепутала. Там магазин Садовод был. Вот. Вот эта вот тачка 3200, по-моему, стоит. На трёх колёсах что-то подешевле. Вот ювелирный магазин. Мы там не были. Ну, и там вот сеть магазинов. Конечно, мы ходим в сетевые магазины, в основном в пятёрку. Вот здесь вот тоже магазин наша ферма. У них здесь музыка играет. Но как-то я всё меньше там наблюдаю, мало народа. Думаю, что там дорого. Тоже там ещё не было. Вот. Раненбургский пассаж. Вот туда, может быть, тоже зайдём. Сейчас в МФЦ пройдём. Сделаем дело. Подадим документы на прописку надо. Потому что не прописались. Жильё есть, но мы ещё бомжили. Вот. В общем, хороший денёк. Аптека эконом. Здесь вот сухофрукты. Называется Сладкий домик. Мне так нравится это название. Сладкий домик. И вот эти вот козырьки от солнца. Как-то они дреют душу. Любят ковку здесь. Вот такие кованые крылечки. Давай вот это ускориться. Я не могу ускориться. Камера будет дрожать, Ань. Ну, хватит с ним. Успеем. Я хочу дойти до центральной площади. Здесь немножко осталось. А вот здание с колоннами это центральный рынок. Вот там по левую руку. Видите? Сюда приезжают... Он, по-моему, по выходным только работает. Себота, воскресенье. Вот. Ой, музыка гремит. Надо выключаться. А где же она так сильно гремит? Ну, что в машине. Вот. А сейчас вот выходим как раз на площадь. И где вот этот Троицкий храм. Не знаю, как правильно, но он точно Троицкий. Очень красиво. Я вам уже его показывала, но вот посмотрите, как это выглядит со стороны города, когда спускаешься вниз. Класс. Очень красивый, величественный. Вы видите, молодежи много здесь. Так что город живет. Вот это площадь. А вот этот балкон кованый. А мы смотрели, Аня говорит, балкон есть, а двери нет. Да, действительно, балкон есть, а двери нет. Вот. Вот там написано сельскохозяйственный кооперативный рынок. Сейчас пойдем. Ну все, друзья, пока выключусь. Уже немножко осталось до МФЦ. Сделаем дела. Потом я еще, может быть, включусь, что-нибудь покажу вам. Друзья, проходили мимо. Друзья, Посмотрите, пожалуйста, на даты. Объект культурного наследия федерального значения Дроицкий собор. 1806 год, 1848 год. Вы представляете, его начали строить в 6-м году и в 48-м году только закончили строить. То есть, его строили 42 года. Построен по проекту архитектора Андрея Никифоровича Воронихина. Подлежит государственной охране. Вот такой вот Дроицкий собор. Теперь я могу сказать, что это собор. Вот. Вот такое величественное здание. 42 года строилось. Это только, я не знаю, это представить даже сложно. Вот. Ну, а мы сейчас вот с этой стороны его обойдем и повернем там направо, немножечко вниз спустимся и будет наше МФЦ. Вот. Сразу по курсу прямо есть там нотариус. Вот, кстати, рыболов. Я вот думаю, где я видела его? Вот рыболов магазин. Мне надо там нитки купить, решить эти пуговицы на диван вот этой нити. а может хлопком пришью тем, что вязала скатерть. Вот это я взяла несколько моточков, думала, сидушки. Приеду, буду вязать. Какие сидушки в огород быстрее копать! Вот этот собор. Вот. и сейчас повернем направо. Видите, как все близко. Если уж куда-то надо, так все 70 рублей, но сегодня мой вот за 10 минут можно за 15 дойти до МФЦ от нашего дома. вот. Кстати, сейчас покажу вам две фирмы, в которые обращаться не надо. Сделаю такую антирекламу, где нас чуть не нагрели на 160 тысяч. Вот одна фирма Рихау, но мы там даже не заказывали ничего. А вот эта вот фирма окна-двери, вот их телефоны, вот сюда обращаться не надо. Уже очень хитрые ребятишки. Наверное, каким-то таинственным образом действует слово Москва. Вот. Поэтому нашли приемлемые цены. Я вам фирму эту называла. Так что поставят окна, потом еще раз расскажу о них и объявлю, сколько это все нам обошлось. Ну вот. Вот так вот за разговором мы пришли в МФЦ. Сейчас я войду. Здесь тоже административный корпус какой-то. Это вот САБЕС у них здесь. А вот сюда МФЦ мои документы. Так все уютненько. Там тоже, кстати, очень прилично все сделано. Большой холл. Так, опять музыка. Все, выключаюсь, друзья. Сейчас быстренько зайдем. Вот, видите, скамеечка здесь. мы зашли в МФЦ. Ну что, друзья, вы видите счастливую обладательницу крутой тачки под фирмой. Просто тачка. Сейчас я вам ее покажу и вы увидите. Я не знаю, наверное, такое увидите впервые на моем канале. Блогер едет с тачкой домой. Вот она, моя красавица. Всего 3300 рублей и это красота моя. Анечка, держи. Ты, наверное, права на тачку у меня есть. Иди вперед. А я с боку пойду. поехали. Ой, капец. Мы все снимаем, а мы видим одно место. Смотри на Денис и взберут. Зачем? Я не покрываю. А так тебе не видно? А я ж не буду задавать. Вот так и немножко. А вот я сбоку не буду. Так тебя и летать. Надо всё вместе. Я всё вместе снимаю. Не видно вообще что-то снимается. Не видно вообще что-то снимается. Так. Наложишь смешую. Первый груз. Первый груз. Друзья, на самом деле сходили в два магазина. И вот в этом самая дешёвая тачка. 3 900. В интернете я видела даже 5000 заходят. И вот в этом самая дешёвая тачка. Сделана в России. Оптимал. Видите? Круто. Лёгонькая. Вот с такими классными твертыми колёсами. Напису на ней Toyota. И будет моя Toyota. Ну что, друзья. Мы уже дома. Довольна я тачкой. Лёгкая, алюминиевая. В общем, весной будем делать отмостку. И, конечно же, она нам пригодится, чтобы возить щебень, песок. Да и не только это. Делюсь с вами переделкой. Вы видели эту корзину. И вот заказывала я кружево Wildberries. Сейчас вам покажу его. Вот такое кружево. 250 рублей 10 метров. Вы скажете, а что не связала сама? Друзья. Во-первых, 10 метров это сколько бы я вязала. Времени сейчас нет, а украсить очень хочется. Вот поэтому я считаю, что это недорого. Притом такое тонюсенькое. Ну вот просто тончайшее. Ещё три вида кружева мне идут. Тоже в районе этого. Там 190. Всё по 10 метров. Вот. Собираюсь я сделать несколько коробок из-под обуви. Облагородить. Вот. Ну, мне нравится. Коробка была на выброс. Дно я вообще с ним ничего не делала. Единственное, остатками золотой краски покрасила прям по картону. Коробка была, ну я же говорю, просто выбросить. Вот посмотрите, что получилось. Ну, красота красивая. Такой коробочкой просто очень удобно пользоваться. Вчера удаляла там видео из телефона. И нашла тот день, когда мы привезли мебель. Это 8 октября. И в этот же день мы нашли Моньку. Вот. Монька это наш котик. Котёночек. Которого мы сначала привезли в Москву. А потом уже привезли опять сюда, на родину, в город Чеплыгин. Вставлю вам этот кусочек. Посмотрите, как он сразу понял, что его забирают, что у него будут хозяева и будет дом. Как же он уселся на колени? Как же он ласкался? Как он мурчал? Как он благодарил? Вот. Не могла. Рука не поднялась выбросить это видео. Я вам его вставлю. Посмотрите на это. Играет музыка. Играет музыка. А я могу сказать, об ми Cir scored. Я уверен. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Еще раз, мой сладкий.